Теорема Гавильтона Келли помогает возводить матрицу в степень. Вообще, когда вы узнаете, что такое собственные векторы, жорданная форма матрицы, то возникнет такая идея, что любую матрицу можно привести к жорданной нормальной форме, ее легко завести в степень, ну и, соответственно, назад вернуться в базис, пересчитать, и все получится. Так вот, на самом деле это не нужно. То есть так, конечно, тоже можно считать и тоже получите ответы, но вам придется вычислять тогда собственные векторы, ну и вообще заниматься идеей по вычислению жордановых клеток. А оказывается, теорема Гавильтона Келли позволяет без вычисления собственных векторов найти степень. Ну вот, например, матрица 4, 0, минус 3, 1, 2, минус 6, минус 1, 2, 8. Чтобы применить диарему Гавильтона Келли, нам, конечно, нужно посчитать ее характеристическим накончанием. Вычисляем определитель матрицы ТЕ минус А. Определитель матрицы ТЕ минус А, равя, просто по первой статье развода, и, может быть, еще какая-то, то есть не так важная. Считаем, значит, ТЕ минус 4, равя определитель вот такой вот матрицы 2 на 2, а это, значит, ТЕ минус 2, умножить на ТЕ минус 8, это минус предъявление числа 6 и минус 2, то есть назову плюс 12. Дальше 0, интересно, 3, а тут нужно определить на такой матрице, то есть, минус 1 на минус 2, это 2, и минус 1 умножить на ТЕ минус 2, ну, то есть на самом деле минус 2 плюс 2. Раскрываем скобки, считаем, 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 дальше считаем, 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 получили опять минус 5 квадратил умножить на ТЕ минус 4. Господа, здесь, конечно, вовсе не обязательно получили бы все числа целые, конечно, мог получиться многочлен просто третьей степени, который на множители разложить нельзя, и это была бы проблема, потому что тогда надо было бы решать правильный третий степень, находить его в корне и так далее. Но в ситуациях, которые вам, так сказать, зададут в порядке жизни, конечно, скорее всего, формулы кардана не потребуется. Ну, один исчезственный корень будет? Один исчезный корень, конечно, будет всегда, а проблема только в том, что здесь вот это вот 4 или 5, а он может оказаться каким-нибудь совершенно ужасным, и даже числогатные корни все не обязаны выражаться, или рациональными, что он, к сожалению, не обязан быть. Ну, в общем, ладно, не будем об этом. Пример, специально подобно так, чтобы вы все поняли, ну, а в общем случае, ответ будет просто вот через те самые корни. Ну, уж как считать корни многочлена, это отдельная наука о том, как решать правильный. Так вот, для того, чтобы теперь найти n в степени матрицы, смотрите, что мы должны сделать. Мы должны для любого натурального числа n найти остаток отделения многочлена третьей степени n на f, где f – это вот тот самый многочленный атлетический числен. Почему? Потому что n квадрат в зависимости от левтона филе – это мой филе. Понимаете? Поэтому, если мы хотим узнать на третьей степени n, то на самом деле надо посчитать вот это. 1 квадрат, поэтому t – это не а. То есть, что я сейчас хочу сделать? Я хочу вычислить вот эти вот числа, а мы будем маленькой снаркой. Потом возвести матрицу на f квадрат. Ну, без этого никак не сусматриваться, это ввести. Вот. Ну и потом мы можем их сложить и получиться ответ. Формула, конечно, не очень красивая, но лучше не бывает, потому что это будет дезинфикнативно. Так, теперь работаем. Каким свойством обладает вот этот вот останок отделения на f? В точке 4 он должен равняться четырех степеней. В точке 5 это довольно пять степеней. Пусть тоже стоит, если мы решили, если мы... Теперь преисположим в точке 5. Смотрите. В принципе, если у вас многочленка, твский элемент дает вот такой вот остаток, то это означает, что твский элемент это есть g в т, вот это вот g, плюс f в т, умножить на какой-то вот такой вот в первую очередь. Прекрасно. Давайте посмотрим, чему равна производная. Производная в точке 5 это как раз m умножить на 5 это n минус 1. Никак иначе. a это вот в левой части. А в правой части производная такая же. Это g шлей-капки. Ну, референцирует решение в том, что мы видим сегодня нет. Ну, это будет 10a плюс 5b, ну, что-то 5. Вот, плюс производная вот эта. Ну, это что такое? Это f от 5 умножить на h штрих, а f от 5 это у нас 0. Плюс f штрих от 5. Но f штрих от 5 умножить на h от 5. f штрих от 5 тоже 0. Поэтому действительно такой вот. Господа, по сути, все сделано. У нас получилась система из трех дней. Ну, на самом деле, можно, конечно, даже здесь еще дальше немножко наук проводить. А именно это такое почти что нет ньютона. Только вот когда не в разных точках, а в некоторой точке значение и производное. Так что можно, в принципе, дальше и что-то быстрее считать. Но, с другой стороны, в реальной жизни это, в общем, понадобится. Это не надо здесь себе голову взбивать, а просто решить систему. Как бы, вот, вот, система из трех равнований, ее надо решить. Здесь, вредные числа, в левой части, понятно, что в правой части, и получим ответ. Алисин Васильевич, всегда ли эта система будет иметь решение? Да, всегда. Потому что на многочленной степени какой-то остаток пределения на них дает. Не обязательно а, а, и, нулю, то есть может получиться на первой степени. Ну, уж как повезет, то есть это число. Но какой-то остаток, конечно, есть. Степени не выше, чем вторая. Переписываю вот эти уравнения, вычитаю при этом, в общем, разбуждаясь с целью, вот эти уравнения, мы можем 2 деля на 5 с нижнюю строчку, потом вычитаем третью строчку из второй. В общем, ребята, на самом деле, это уже неинтересно. Я вот 10 не принес, выписываю а и в, а цель уже принес. В общем, из вот этого равенства, зная а и в, находите цель, после этого возбудите вот эту матрицу в квадрат, все получается. Не о том истории, да? История о том, что мы операцию возведения матрицы в н-ную степень свели фактически к тому, чтобы ответ не присылся, потому что вот это уже проще, не скажешь, да, вот эти вот 5 степеней, на 4 степени, это уже, уже часть ответа уже проще не бывает. Вот так. То есть общая идея, если у матрицы есть характеристический многочлен, и у него все корни разные, то есть он возлагается в произведении линейных, то мы фактически занимаемся построением, вычислением в точках. матрицы, то есть надо многочленный найти, который в точках в этих характеристических собственных значениях матрицы принимает такие же значения, как в принципе в этой степени. Если же какой-то корень кратный, то тогда нужно еще и производный. То есть если корень кратности 2, то нас интересует значение не производное. Если корень кратности 4, то значение первая производная, вторая производная, третья производная. То есть мы можем заранее посчитать несколько степеней А, а после этого для возведения в очень большую степень нам достаточно только найти многочлен небольшой степени. Не то, что многочлен, а если матрица размером Н на Н, то надо вычислить все степени до Н и т.к. Ну и такие числа еще вычислить. А в цель не соответственно. И это ускоряет вычисления? Ну конечно. То есть мы фактически получаем ответ. То есть формул получаем. Давайте здесь числа были не очень хорошие. И вряд ли упасть будут. Хотя на вольфраме есть вольфрам. alfra.com такой сайт на вольфраме можете проверить эти формулы при желании. Рассмотрим пример матрица 2х2, которая нам с вами при разведении в эту степень даст явную формулу так называемую формулу бене для часов ватачи.